Итальянский волейбольный клуб Печенцо, совершив несколько крупных трансферов в этом межсезоне, дал понять, что он собирается бороться за самые высокие места в грядущем сезоне. Но сейчас хотелось бы поговорить не про перспективы этой команды, а про сам факт того, что клуб за счет больших финансовых хлебаний пытается быстро добиться успеха. Потому были подписаны опытные возрастные игроки, а не молодые и перспективные ребята. Так что Печенцо явно настроено на быстрый успех. В этом видео мы разберем несколько ярких примеров из современной истории клубного волейбола, когда команда за короткий срок пыталась переписать свою историю, и узнаем, чем все это закончилось. Так что, как обычно, не будем больше тянуть. Поехали! В 90-е годы итальянские клубы доминировали на европейской арене. Вся интрига заключалась лишь в том, какой именно клуб из серии А выиграет Лигу Чемпионов. Все лучшие игроки собрались на Пенинском полуострове, так что и больше всего денег также крутилось именно там. И нередко возникали ситуации, что далеко не каждый клуб мог позволить себе финансовую стабильность. Одним из ярчайших примеров является волейбольный клуб Сислой из Тревизо. После того, как клуб в 1988 году пробивается в серию А1, семейство Беннетон берет его под свое крыло. Эта семья известна как владельцы Беннетон Групп, а это текстильная компания с сетью франчайзинговых магазинов, которых насчитывается уже более 6000, и расположены они в 120 странах. В общем, денег в клуб было вложено много, и результаты не заставили себя долго ждать. В первом же сезоне в высшем итальянском дивизионе Сислой занимает третье место и пробивается в финал Кубка Италии. Эти результаты в следующем году позволяют им выступать в Кубке ИКВ, где они также доходят до финала. Первые победы в серии А1 клуб из Тревизо добился в 1994 году. Всего в коллекции 9 комплектов золотых медалей внутреннего первенства, 7 побед в Суперкубке Италии, а также 5 побед в Кубке Италии. Сислой блистал и на Европейской арене. 4 победы в Кубке Вызова, 2 в Кубке ИКВ и 4 в Лиге Чемпионов. К этому еще можно добавить и 2 победы в Европейском Суперкубке, которые не проводятся с 2001 года. Казалось бы, достаточно удачный пример финансовых вложений, но этой истории не суждено было закончиться хэппи-эндом. После победы в Кубке ИКВ 2011 года, семейство Бонетон решает уйти из командных видов спорта, так что Сислой остался без крупных спонсоров. Часть волейболистов переходят в Римскую Рому, а сам клуб в попытке спастись перебирается в Белуну, но это лишь отсрочило гибель легендарной команды, потому что после этого она стала прозябать в низших итальянских волейбольных лигах, из которых не может выбраться и по сей день. Также нельзя не упомянуть про коллектив из Равенны. Данный клуб имел несколько названий, которое менялось из-за разных владельцев и титульных спонсоров, но все это объединяет общая история. Один из старейших клубов Италии выиграл 5 чемпионских титулов еще на рубеже 40-х и 50-х годов 20-го века, но затем он пропал с радаров итальянского элитного волейбола. После того, как в клуб пришли влиятельные спонсоры в лице Ферруци Групп, что занимались агропродовольственной промышленностью, они вновь начинают побеждать. Сразу же покоряется итальянский чемпионат и кубок Италии. Вслед за этим Равенна три раза подряд побеждает в лиге чемпионов. Дважды им покорился суперкубок Европы, по одной победе у них было в клубном чемпионате мира и кубке вызова. Но после кризиса, который настиг Ферруци Групп, Равенна вновь уходит в тень. Долгое время они были сосредоточены только на развитии молодежного волейбола. Лишь в 2013 году им удалось вернуться в серию А, из которой они в последнем сезоне вылетели, проиграв все 24 матча. Очередным примером взлетов и падений в итальянском волейболе можно считать Куноу. В 2015 году клуб из-за финансовых проблем был вынужден отказаться от участия во всех турнирах и весь его вектор был направлен на развитие детского волейбола. Лишь в недавних пор они вернулись во взрослый волейбол. Пусть послуженный список побед у Куноу чуть скромнее, чем у предыдущих команд, но помимо огромного количества медалей различных турниров, у них имеется одна победа в итальянской серии А1, 5 выигранных кубков в Италии, 4 суперкубка Италии, 3 кубка ЭКВ, 2 кубка вызова и 2 европейских суперкубка. Лига чемпионов им так и не покорилась. Лучшим достижением стала серебряная медаль в 2013 году, где в финале они уступили локомотиву из Новосибирска. Закончить грустную итальянскую историю можно Пармой, которая также имеет богатую и длительную историю, ведь они выигрывали итальянскую серию А в 50-х, 60-х, 70-х, 90-х и даже в 2000-х годах. Всего в их копилке 8 золотых медалей. Также там 5 побед в Кубке Италии, 2 победы в Лиге чемпионов, в Кубке вызова и Европейском суперкубке, плюс 3 победы в Кубке ЭКВ и одна на клубном чемпионате мира. Для российских болельщиков со стажем эта команда может ассоциироваться с обилием российских игроков, защищавших цвета этого клуба. Это Игорь Шулепов, Станислав Динейкин, Сергей Тетюхин и многие другие. Сейчас же Парма обитает в низших итальянских волейбольных дивизионах. Как мне кажется, для Италии переход звезд из одной команды в другой не является чем-то необычным. У кого есть деньги, тот и заправляет балом. Но без грамотного управления коллективом даже огромные финансовые вложения не могут принести молниеностные победы. Да даже взять прошлый сезон. Перуджа, а в особенности Модена, провели очень яркое межсезонье. Но Скудетто снова достал Чвейтанове, а Кубок Лиги Чемпионов вновь отправился в Польшу. А Модена и вовсе сенсационно уступила Туру в 1-8 Кубка ЭКВ. Пусть в российской суперлиге история куда скромнее, чем у итальянского чемпионата, но в России также есть примеры клубов, которые пытались собрать у себя в составе сборную мира, а затем были вынуждены добиться за существенно менее весомые достижения. Одним из таких коллективов является Одинцовская Искра. Этот клуб считался самым стабильным в России, потому что до 2013 года они ни разу не вылетали из высшего российского дивизиона. В 2007 году они собрали очень мощную банду, в надежде выиграть все, что только возможно. В клуб пришли Жиба, Шопс, Кулешов, Вербов, а тренировать их стал Зоран Гаич. Но в суперлиге Искра стала второй, а в Лиге Чемпионов лишь третий. И пусть не сразу, но клуб начали покидать игроки, в том числе и из-за финансовых трудностей. И в 2013 году клуб был вынужден спуститься в высшую Лигу А, откуда они не вернулись и по сей день. Самым ярким примером активного вливания гения в клуб является Зенит из Санкт-Петербурга. Команда появилась лишь в 2017 году. Именовав все низшие Лиги России, клуб с берегов Невы сразу же оказался в суперлиге. Потому что рожденные чемпионами, а именно так клуб себя представляет, не могут терять время на повышение в классе. Клуб подписывает опытных российских игроков, добавляя к ним молодого Павла Панкова и трех крепких легионеров. Зенит в первом же своем сезоне завоевывает серебряные медали, уступив в финале только казанскому Зениту, что можно считать отличным стартом для молодого и перспективного клуба. Но годы шли, а кроме мемориала Вячеслава Платонова, Зенит так ничего и не выиграл. Клуб каждый год делает громкие приобретения, и он готов тратить любые деньги, чтобы привлечь суперзвезд к себе в команду. Но, как по мне, главным упущением у клуба из Санкт-Петербурга является то, что они пытаются просто скупать игроков. И да, на бумаге состав каждый раз выглядит устрашающе, но из-за внутренних проблем и разногласий клуб каждый раз остается ниже, чем он мог бы рассчитывать. Поэтому им точно стоит поучиться у своих коллег из Казани, которые также активно подписывают не только звездных легионеров, но и игроков сборной России. Но помимо покупки таких волейболистов, менеджмент и денисский штаб Зенита старается создать все условия, чтобы их игрокам было комфортно, и ничто не отвлекало их от достижения результата. Сам клуб был основан в 2000 году, а к 2003 году они уже прошли все этапы российского клубного волейбола и уже примеряли на себя бронзовые медали Суперлиги. В 2006 году казанская команда делает ряд громких покупок, приобретая не только легионеров сборной США в лице Бола и Стэнли, но также они ослабили своего прямого конкурента, подписав себе Тетюхина, Косарева и Хамутских из Белогория. И вот тогда уже начались первые победы в чемпионате России, а затем и в Лиге чемпионов. А я напомню, что Зенит является самым титулованным клубом не только в России, но и также он выиграл больше всего титулов в современной истории Лиги чемпионов. Так что даже несмотря на смены составов и другие кадровые трудности, с 2003 года Зенит Казань лишь дважды не смог завоевать медали во внутреннем чемпионате. И именно этот клуб, как мне кажется, является самым стабильным и успешным в 21 веке. Ну что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось, и вы оцените его лайком. Делитесь вашим мнением внизу в комментариях. Как вы думаете, возможно ли в современном волейболе только за счет денег построить чемпионскую команду? И возможно ли завоевать трофеи, не имея больших финансовых возможностей? Мне очень интересно будет познакомиться с вашим мнением. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.